Здравствуйте, сегодня мы разговариваем с Владимиром Прокопьевичем Акаемовым, который является председателем общественной организации культурной связи Калининград и Якутии. Называется эта организация «Северянин». Правильно? Да, да. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. И расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Как случилось, что вы попали в Калининград? Про семью расскажите, поделитесь. Да, у меня в тот момент было четверо детей, когда мы принимали решение. Старшие сыновья там остались, а дочка старшая, она предложила переехать в Калининград. Говорит, мне учиться будет проще, потом поступать будет проще. Она тогда в восьмой класс поступала, ну, шла в восьмой класс после седьмого. И как-то заставила нас переехать, вот как-то так организовала нас. Ну, и мы переехали, сейчас вообще не жалеем, что переехали. Переехав сюда, начали проводить какие-то мероприятия, там, первый эсэх мы сделали в 2017 году. С ребятами тут местные калининградские и якутияне были, собрались, организовали вот эту организацию культурной связи Калининград-Якутия-Северяне. И организованно сделали там Арбатские вот ребята были, Непомнящих Серегов, Амин Славка, очень хорошо Владик Амосов помогал. Потом постепенно-постепенно начали уже, ну, люди начали узнавать в Калининграде и потихонечку-потихонечку начали приезжать. Кто-то в отпуск приезжал, сейчас очень много стало якутян, но человек нас, ну, 300, 300 точно есть. 300, здорово, ага. Да, уже есть человек 300 якутян. Это включая семьи, да, с детьми, вот, или просто прямо в то время? Да, 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 и очень много молодых приезжает, очень много пенсионеров переехало. Вот сегодня буквально поехал в Леруа и Мерлен, надо было там кое-что там. Ребята с Москвы прилетели, попросили, что холодно в квартире, да, где они снимают, попросили купить им обогреватель. Он съездил в Леруа и Мерлен, приезжаю там, Алика Туласуна его встретил, прямо возле Леруа и Мерлен, потом захожу, там еще трое якутян ходят в магазине. Ну, так очень интересно, тут тоже на этот выходим по вечерам с дочкой погулять, на острове Канта походить. И вот постоянно кто-нибудь, кого-нибудь до встречаем, так интересно стало, прямо как в Якутске ходишь там. Тесен мир, тесен Калининград. Да, очень много, да. В Калининграде стало очень как маленькая якутская провинция. Ага, ага. Как говорим, да. Интересно. Ну вот расскажи, пожалуйста, еще Володя, мы вот хотели как раз поговорить про монумент, про монумент, который вы поставили воинам-якутянам. Как вообще эта идея пришла вам в голову? И про сам монумент, пожалуйста, расскажите. Ну вот с ребятами мы как раз вот тогда, Игорь Арбатский, Славка Фомин, Серега Непомнящик, потом Федя Керемясов, когда приехал уже, учился к этой тематике. Мы начали изучать вот архивные материалы, познакомились с местными ребятами. Здесь есть такой Олег Генне, мой хороший товарищ, который занимается поиском воинов Второй мировой войны. И как-то через них мы вышли на большие организации поисковые. И начали потихонечку изучать вот вопрос по участию якутян в восточно-прусской операции. Очень много было людей, которые пропали без вести. Вернее, они были, погибли в восточной Пруссии, и похоронка была указана, что да, на территории Германии где-то там в каком-то поселении захоронено. А когда в 46-м году резко все поменяли название, ну, естественно, люди уже не могли найти. Там название было немецкое, где воин их не захоронен. Да, да, да. А потом очень сложно было найти, даже находясь в Советском Союзе, на территории Советского Союза. Ну, это где Якутия, где Калинингад, это сейчас сел и прилетел. В то время-то проблематично, видимо, было. И постепенно, постепенно все это дело как-то немножечко забылось, да. И когда мы начали этим вопросом заниматься, нам очень помогли в архиве республиканском. Дали, подарили книжку воины-якутяне, освободители Европы. И вот в этой книжке был список воинов, которые захоронены на территории Восточной Пруссии. Естественно, когда мы с ребятами собрались, начали по этому списку уже изучать и начали архивные материалы поднимать. Благо, сейчас это все доступно и проще не так, как раньше. Не так, как раньше, проще стало. И начали эти материалы изучать. И очень многих людей нашли, да, и даже больше нашли, чем было в том списке, да. И конкретно уже в том списке, например, написано город Цинтон, там, австралийской губернии или что-то там такое, да. А мы уже прямо по современным названиям приезжали, уже ездили, очень многих находили таким образом. И вот первые люди, вернее, первые воины, которых мы нашли, там, Кульбертинов был с Олегминского района, потом мы нашли внучку ее, этого воина. Потом Кифоров был с Нюрбинского района, тоже внучка смогла приехать даже вот в Калининград в 2018 году. Потом много-много якутян в последнее время начали потихонечку приезжать, и это стало очень интересно. И когда мы поняли, что оказывается очень много людей тут похоронено, это интересно не только нам, еще и в Якутии, мы начали вопрос, зондировать вопрос возможности установки монумента на территории бывшей Восточной Пруссии, на территории Калининградской области, да, воинам якутянам, которые за наше будущее положили свои, так скажем, голову, да. И когда этот вопрос начали поднимать, я обратил внимание вот по спискам, которые у нас есть, 125 воинов-якутян, которые захоронены на территории Восточной Пруссии, которые относятся вот к Калининградской области и частично немножко там захватывают территорию Польши, да. И обратили внимание, что на территории маленького поселочка Корнево, бывший Центр, захоронено самое большое количество воинов. Начали этот вопрос изучать, вот с Олегом Геннием уже он был тогда, начал нас консультировать по вопросу вот этих боев в Центрине. Это был самый такой опорный пункт Восточной Пруссии, через который проходили все железнодорожные пути сообщения. И обороняли этот небольшой город, скажем так, да, три эсэсовские дивизии. Отборные части эсэс обороняли вот этот город. Вот, и если сравнивать, Кёнигсберг взяли за четыре дня, наши войска, да, а Центрин оборонялся больше девяти дней. Самые большие, самые кровопролитные бои проходили на территории имени вот этого небольшого города, да. Ну, потому что он стратегически же важный, получается, пункт был. Да, в результате захвата вот этого стратегического опорного пункта наши войска закрыли выход из Кёнигсберга. Вот сухопутный выход полностью закрыли вот взятием вот этого Центрина. И когда мы начали уже эту информацию поднимать, пришло интересное мнение, что было бы неплохо поставить нашим воинам, которые там захоронены, да, какой-то памятный знак. Или хотя бы что-то такое небольшое сделать. Начали работать с администрацией Багратионовского района, вышли на администрацию Багратионовского района. Ну, с главой переговорил я, с Азовым Максимом, и пришли к пониманию, что да, было бы неплохо поставить. И, конечно, когда мы получили уже положительный отклик со стороны главы администрации района, мы уже, как говорится, начали искать возможности финансирования вот этого мероприятия. Вышли с предложением Андрея Сандеминовича, постоянного представителя Якутии в Москве. Когда согласовали с администрацией Багратионовского района, сразу пришло понимание, что появилась реальная возможность поставить памятник нашим воинам-якутиянам, которые сложили свои головы за наше будущее и вышли с просьбой поддержать наш проект на постоянного представителя Андрея Сандеминовича. Спаспредство было хорошее восприятие вот этого мероприятия, да, в план поставили. И нам общими силами, ну, я, конечно, привлек тут и местных наших земляков, Касабанов очень сильно помог, и ребята другие там помогали по чуть-чуть, но так собрали, скажем так, с миру по нитке, как говорится, да, там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Ну, конечно, очень было интересно вот это мероприятие. Там ребята, которые готовили вот этот монумент, да, Багратионовский, они именно под этот монумент нашли такой камень гранитный, красивый такой. Ну, сам монумент очень такой интересный, красивый, сам такой своеобразно сделанный. Потом... Мы же фотографию еще поставим, чтобы было видно, как выглядит памятник, да? Потом ребята, которые с Якутии тоже вот прислали сообщения, как написать. Ну, как говорится, миром, вот всем миром собирали, и как-то это все получилось очень интересно, очень своеобразно, красиво так получилось. Ну, и монумент такой гласит, что здесь похоронен якутский солдат, горячая надпись на глыбе гранита, да, в памяти о советских воинах, призванных из Якутии на защиту Родины и мира. Долго мы согласовывали этот текст тоже. Кому-то так не нравилось, кому-то так не нравилось. Ну, пришли к какому-то консенсусу. Очень интересно так проходила вот эта работа. Ну, поставили, как говорится. А ты же говорил, извини, извини, Володя, ты же говорил, что еще это слова не просто так, а что это были вообще, были написаны слова эти внукам, да, одного из... Внукам, да, вот сейчас точно скажу, у нас, вот как внука, я вот не помню, да, самого внука. Солдата? Он солдат, красноармеец Горбунов Филипп Яковлевич, 1913 года рождения, Татинский район, Якутская СССР. Был телефонистом в 696-м армейском истребительном противотанком, альтерийском немецком краснозамённом полку 5-й армии. И вот он в боях, вот за Центен погиб 6 марта 45-го года. В 45-м. Оставил свои кости здесь, и вот его внук вот эти слова написал. Очень символично получилось, здорово, да. Было очень интересно, и сам монумент как-то легко так получился, легко так шёл. Когда вот, видимо, когда хорошее что-то делалось, оно идёт, вот бывает такое, что ты делаешь, да, нужное вроде бы, оно не идёт и как бы вообще, ну не идёт и не идёт. А когда вот монумент ставили, как-то легко так, везде всё согласование, везде. Вообще, единственное, я вот состою в Совете национально-культурных сообществ Калининградской области, да, я с националами местными разговариваю, ни у кого нету, ни у кого нету монумента, все так удивляются, как так, как тебе разрешили. Ну, как-то так получилось. Инициатива, братки. Ну, вот как-то так получилось. И самое главное, вот у казахов там два героя Советского Союза похоронены здесь, да. У альбайджанцев четыре героя, один дважды герой Советского Союза. Но этой тематикой я тоже интересуюсь очень много. Да, конечно, ага. У белорусов, у районов. Всем же народом защищали, как могли. Да, всем миром же защищались, всем миром воевали, как бы, да. У всех народов, очень много разных народов, как говорится, в этой войне полегло. Ну, 27 миллионов, это же очень много. И потом, это же официальные цифры. Вот все равно ведь кажется, да, что вот не всех посчитали. Все время ведь есть ощущение, что больше было, что ведь официальные данные, да. Ага. Ну, и война-то такая очень страшная была. Разрушительная, да. Разрушительная, страшная война была. До сих пор находят отголоски той войны. Да, Володя, еще расскажи, пожалуйста, вот какие-то, может быть, тебе запомнились, наверное, какие-то истории, которые затронули душу, когда ты узнавал из архивов, когда все поднимал, все документы искал, кто эти люди были. Что тебе запомнилось? Вот мне запомнился очень интересный момент, где я специально открыл этот список, да. Самый первый, кого мы нашли, да, был Павел Никифорович, родственников, кого мы нашли. Он в поселке Нивенское, в центре поселка есть захоронение воинское, да, там захоронено. Это как раз, это был 2018 год, и мы проводили эсэх здесь, в Калининграде, приехала большая группа людей, очень много было приглашенных в Секутии, и из Статинского района приехали, ну, большая группа бабушек, скажем так, да, они приехали и очень хорошо так нам помогали проведение вот этого мероприятия эсэха, да. И в ходе вот этого эсэха мы решили отдать дань почте, ну, как бы вот, как раз внучку приехали, приурочили к эсэху, да, и поехали на это мемориальное кладбище. И когда приехали на мемориальное кладбище, был интересный такой случай, я вот весь список с собой таскал тогда, привез, и ко мне подошли женщины с этого, с Татинского района, да, и говорят, а вот у нас вот дедушка тоже похоронен. Я говорю, а где, как, давайте посмотрим по спискам, да, сейчас я найду Шамаев, по-моему, была фамилия. Да, Шамаев Прокофий Степанович, он похоронен в Гурьевском районе, поселке Цветково, ну, тоже недалеко, получается, от Калининграда, да, и мы туда поехали, очень интересно так получилось, что нашли, и очень так тоже душевно было вот. Потом, когда мы были на воинских каких-то захоронениях, там очень много интересных фактов было. Вот я сейчас про одного нашего якутянина расскажу, да, Нюрбинского района, да, Иннокентьев Христофор Николаевич, вот мы сейчас очень плотно общаемся с Нюрбинскими. С Нюрбинскими, ага. Да, с Нюрбинскими очень хорошо, плотно общаемся, да, есть у меня там он друг, Альберт, он был заместителем управления культуры, сейчас там руководитель молодежного звена в Нюрбинском районе, и с ним вот как раз вот Иннокентьева Христофора Николаевича обсуждали, да, я им отправил информацию, что вот такой человек есть, захоронен в Польше, в Арминском Азурском воеводстве, в городе Бронево, ну, тут недалеко этот город Бронево, там большое воинское мемориальное кладбище есть, был, он был заместителем начальника штаба, а помощником начальника штаба по скрытому управлению войсками, он старший лейтенант, награжден очень многими медалями, такой заслуженный человек. Вауди, извини, извини, перебью, а что такое скрытое управление войсками, это что вообще такое? Что это, как это, что это такое? Ну, скрытое управление... Это транспорт, это что такое? Нет, это вот система управления, которая человек управляет воинскими подразделениями, и он должен же находиться где-то в закрытом пункте управления. Ага, это он, то есть, как бы, он, получается, коммуникации обслуживает, да, с войсками? Да, да, по всей видимости, он был человеком, который отвечал за организацию управления воинскими подразделениями, но был, значит, был очень таким непоследним человеком в армии, скажем так, да, в дивизии он был... Слушай, а всего ведь, всего ведь, ты говоришь, старший лейтенант, да, это вот... Да, старший лейтенант. Но он, оказывается, вот такая была предыстория, и вот, когда война началась, он был призван в 41-м году. Аж в 41-м, слушай, ага. Августе, августе, в августе он призвался, в 41-го года. Это же буквально, ага. Оказывается, он до этого был слушателем воинских курсов. А, вот в чем дело. Потом был Хабаровский, да, проходил там воинские курсы, и его отправили в Тикси на рыбозаготовку. Он был там бригадиром рыбозаготовки. И когда война началась, они десятером на лыжах пришли в Нюрбу. В Тикси. Водают. Водают, ага. Да, вот они вот пришли в Тикси до Нюрбы. Нюрбовар, да, получается, тогда, если здесь еще... Ага. А потом уже его призвали в армию. Когда он выходил, написал, что последнее желание было его. Если я умру, то в парке меня похороните здесь, в Нюрбе. Ага. Не знал, да, 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 да. Уже нашли. Мы нашли его. Я думаю, что когда вся эта пандемия закончится, обязательно надо будет съездить. Потом... Слушай, а вот расскажи еще историю, которую вот я хочу просто напомнить. Вот как это... Когда нашли бумагу-то, помнишь, ты говорил какую-то, что мы из Якутии? А, это... Что это вот за история? Олег Генни рассказывал, что поисковики, ребята, которые занимаются поисками, прошлой весной в феврале или в январе... То есть 2020-й, да? Да. Недалеко от Корнева нашли землянку, в которой находились остатки воинов, советских воинов. Слушай, а до сих пор, Володя, извини, до сих пор вот можно найти эти землянки с телами, да, вот незахороненными? Буквально вот мы прошлой осенью в сентябре, да, вот в сентябре или в октябре принимали участие на двух больших воинских мероприятиях. Ну, мы как Совет национально-культурных сообществ Калининградской области принимали, мы поделились... Ну, я был в этом, в Зеленоградском районе и Багратионовском районе, тоже в Ниминском опять же было захоронение большое. И тогда было, захоронили 29 воинов, которые были, ну, как бы погибли и вот сейчас только нашли. Ага, 29 человек нашли. И 30 с чем-то там, под 40, точно не скажу, пошли в Багратионовском районе. До сих пор находят, до сих пор это все идет. Это ведь только лето. Да, и до сих пор много-много людей, я думаю, что и до сих пор можно находить. Ага, и вот землянки нашли, ага. Да, и вот землянки нашли, в одной из землянок нашли 5-6 остатков. И в одном из пулеметных стволов нашли такой клочок бумажки, на котором было написано, мы из Якутии, там несколько человек в список было. Слушай, а почему эта вот вообще бумажка оказалась вот в этом стволе пулемет, как ты думаешь, как она вообще? То есть это специально положили? Ну вот эти поисковики говорят, что да, вот такие были случаи, что делали вот такие вот интересные закладки, да, делали в непонятных местах, можно найти вот эти списки, потому что люди, видимо, когда вот эта страшная война шла, они уже понимали, что да. Уже не выжить. Да, уже какие-то чувства были, человек же тоже в таких страшных условиях понимает, что да, вот конец, может быть, вот-вот-вот, хотя и война заканчивалась. Слушай, то есть, получается, старались, что ли, оставить о себе просто как память, да, вот хотя бы записку как передать, что был тут, да? Да, по всей видимости, да. Сейчас я расскажу еще один момент интересный такой. Давай. В прошлом году приехали ребята, Алик Белолюбский, и переехали жить в Калининград. Ну, я еще занимаюсь риэлторством, помогал им найти квартиру, он с семьей, двое маленьких детей, жена, молодые совсем ребята. Как-то мы разговорились, а он говорит, а у меня, говорит, здесь дедушка захоронен. Мы, говорит, Чуропчинский, ну, у нас, говорит, вот дедушка тут захоронен. И, говорит, мама должна вот скоро приехать. Я говорю, ну, давайте, классно же, давайте съездим, говорю, посмотрим, куда, чего, как. На самом деле, да, интересно, я вот по своим спискам начал искать, и, да, нашел его. Белолюбский Ксенофон Китович, села Чуропча, был призван в 42-м году, в марте 42-го года. И, когда мы разговорились, она, он, говорит, у меня мама, говорит, приедет, вот она, говорит, в Питере привезет, говорит, этот, земли Чуропчинской, говорит, бабушкины могилы, говорит, привезет. И, я говорю, ну, хорошо, давайте съездим, посмотрим, интересное же стало. Мне самому интересно это все, и то, что вот внук приехал, да, и еще правнук и внучка приедет, да, вот это очень интересно было. Когда начал сверяться по датам гибели, да, вот его, он 17 октября 44-го года погиб, и начал сверяться по историческим сведениям, да, вот, например, начало наступления восточно-прусской операции, начало, да, 13 января 45-го года. Ну, скажем, ну, декабрь, может быть, да, 44-го года начинался, да, а погиб-то этот человек в октябре 44-го, каким образом он был оказался? И причем известный вот на этой территории, да-да-да, ага, ага, загадка. Как они оказались, да, загадка. Начали тоже с ребятами, с поисковиками, тоже встретился, переговорил, говорю, вот такая-така вот ситуация, может быть такое, что человек оказался в... За линией фронта, ага, получается же, по сути говоря, да, ага. Да, да, а он еще помощник командира взвода был, гвардии сержант Сенофон Титович Белолюбский, да, вот, ну, очень интересная вот эта ситуация, что, может быть, он был в поисковых группах, в разведывательных группах каких-то, да, которые участвовали в войсковой разведке, может быть, был. И, опять же, вот с Нюрбы, тоже Афанасьев Николай Георгиевич, гвардии красноармеец, да, тоже дата гибели 28 октября 44-го года, тоже интересно, вот, абсолютно. Вот октябрь 44-го года тут только разведывательные подразделения были, ну, якутяне, они же ребята такие, и охотники были, и хорошие стрелки, и всегда поисторитивались. Политическим сведениям, да, они были и снайперами были, и очень много участвовало в разных разведывательных подразделениях, да, погибло. И мы, когда Вера, 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 вот не помню, отчество, да, Белолюбская приехала с Питера, мы как-то собрались и поехали, и такой дождливый день был вообще. Вот мы с Калининграда выехали, такой дождик моросил, такой неприятный, и когда приехали на место, да, вот начали возложение цветов делать, и когда землю положили, резко так, и ветерок такой, и резко перестало, вот дождик перестал. Вот пока мы там были, вообще дождя не было, интересно такая вот, ну, и между собой, когда разговаривали, я говорю, ну вот, видимо, это, услышал дедушка. Дух принял, да, по нашим-то понятиям, да, и собрали они тоже немножко земли оттуда, вот, с места захоронения, и увезли на могилу бабушки. То есть, на его жены, да, ага, то есть, получается, на могилу жены воина, да? На могилу жены. Слушай, такая красивая история, здорово. Воссоединили, воссоединили, ведь, получается, после смерти. Да, да, здорово. Вот за столько лет, да, 75 лет, вот через 75 лет, ихний прах, как бы, ну, земля, это же наше, наше все же, мы же все равно приходим на эту землю, потом превращаемся в прах, становимся опять же землей, да. И вот, когда вот это все воссоединение происходит, это же духовное воссоединение, люди же принимают как-то там энергетические какие-то там, наверное, пары. Интересно так, ну, очень интересно в таких вот ситуациях побывать, поучаствовать просто. Такая хорошая работа, и я просто с удовольствием слушаю, вот без конца бы это все слушала. И вот скажи, пожалуйста, Володя, вот ты же говорил, что вообще все эти списки, да, вот если люди захотят, вот потомки, например, кто еще не знает, где их, много же народу без вести пропало, что не знают, где люди захоронены, вот как-то могут они к тебе обратиться и сказать, вот, не знаю, помочь, поискать? Потому что не все же умеют, скажем, допустим, да, а ты уже столько работы сделал, что вполне, уже можешь считаться профессионалом по поиску наших ветеранов. В общем, это же даже не ветераны, это же люди погибшие, правда же, да? Это наши предки, которые воевали за... В руках, да, они защищали нашу страну и дали нам возможность жить вообще. Если бы эти люди не отстояли нашу возможность жить, как бы все произошло, да? И какая-то коричневая чума бы сожрала нас, и все, и мы бы все были... Все по-другому было бы, да? Как бы все происходило, неизвестно, и вся эта политика, которая сейчас идет непонятно какая, да, в международной политике, каким образом это все происходило бы? Никто бы там даже пикнуть бы, наверное, не смел. Да, действительно, да, не отстояли бы, да? Да, если бы фашизм тогда взял верх. По поводу списков, я отправил этот список, у нас есть на сайте постоянного представительства Москвы, я отправлял, они выставляли, да? И, ну, конечно, я буду очень рад, если люди будут обращаться, если есть какие-то там без вести пропавшие там в конце войны, да? Да, да, да. Возможно, которые могут здесь оказаться в Восточной Пруссии, в ходе к Кёнигсбергской операции, да? Ну, вот еще ты говорил, что еще Польша, да, вот еще можно сказать, где-нибудь в Польше, в Белоруссии, скажем, где-нибудь в Прибалтике, если вдруг, нет? Вот с Прибалтикой очень сложно, там есть определенные сложности, вот мы недавно разговаривали с Туярой, это председатель общества Чорон в Рике, ну, прибалтийские все якутяне там вокруг этого общества объединяются. Как-то там есть определенные проблемы со сносом воинских захоронений и так далее, и так далее. А, понятно, понятно, ну, ясно, политические дела, как обычно. Есть определенная проблема, но, конечно, при возможности можно будет после пандемии эти вопросы поднять обратно. Я думаю, что наши земляки из Прибалтики, если мы обратимся к ним, нас поддержат, я в этом даже не сомневаюсь, что они смогут приехать там, опоздать почести, вот, например, Верхоянские хотели приехать и из-за пандемии не смогли, у них там в Каунасе, по-моему, если я не ошибаюсь. Я имею в виду, что если вдруг там люди-потомки захотят обратиться, они будут знать, что есть вот такие люди, которые этим занимаются и с удовольствием могут помочь. Правда, Валдира? Да, да, конечно, мы с удовольствием поможем, постараемся сделать все возможное, это же память, это же не просто так, это же дань уважения наших, как говорится, мы должны помнить о этих людях, если мы забудем про них, кто потом вспомнит, наши дети не вспомнят, если мы не будем помнить. Мы должны дать вот это все, как говорится, вот эту информацию нашим детям, нашим потомкам, чтобы они тоже помнили, что была такая страшная война, что миллионами люди погибли, это же страшная цифра, что наши земляки, наши якутяне с оружием в руках отстаивали нашу жизнь, будущее, только благодаря их отверженности, их героизму, мы живы, если бы не они, я не знаю, как бы все происходило. Было очень много проектов, из-за коронавируса немножко приостановилось, мы хотели доехать до Белоруссии, в Белоруссии, да, где погиб охлопков доехать, какие-то вот эти мероприятия посмотреть, да, чтобы вот интересно там и в Восточную Пруссию сезти, вернее, в Польшу сездить, Прибалтику хотели тоже вот выехать, но пока все приостановилось, нету возможности выезда. Ну, я думаю, что одно... А, самое интересное, что в этом году, вернее, в прошлом году, в 2020-м, восстановили очень много списков в скрижалях. Мы когда... А что такое скрижали? Что такое скрижали? Скрижали в монументах вот такие плиты гранитные, да, и где написаны фамилии, имя, отчество или там фамилия, инициалы и дата гибели, да, вот это называется скрижали. И когда на многих скрижалях не было фамилий наших воинов, я точно знаю, да, архивные сведения есть, что человек похоронен в этом месте, да, и погиб, и все. А почему? Очень много не было. Ну, как-то не делали, не знаю. И мы обращались к главам администрации вот этих районов, и было очень приятно то, что многие фамилии восстановили и включили в список вот этого воинского захоронения. Вообще было очень приятно. Я этому рад, что мы что-то сделали, какой-то порыв был в движении, и это все было восстановлено, сделано. Это было очень приятно то, что к нам прислушиваются, оказывается. Володя, замечательно вообще от имени вот и всего и диаспора, и всего землячества, и как потом сама тоже человек, у которого дедушка погиб на войне, да, то я просто хочу сказать большое тебе спасибо, что вообще всем людям, которые приняли участие в этом проекте, что вам пришла в голову такая замечательная идея, что вы провели столько огромной работы, чтобы сделать этот монумент, и чтобы было людям место всем, даже если не обязательно там твои потомки, именно на этой куске земли погибли, потому что Родина большая, погибали же везде, по всем фронтам, да. Тем не менее, что есть место, куда можно прийти поклониться памяти своих предков. Большое спасибо тебе, Володя. И я вот еще хочу спросить, вот расскажи, пожалуйста, что в этом году ведь вы к 9 мая тоже намечаете что-то сделать? Да, в этом году, на 9 мая мы хотим поехать уже к нашему монументу, у нас есть куда ездить. Здорово. И вот 15 часов, да, уже списались там, наши активисты уже потихонечку там, да, уже вопросы начали задавать, уже давно, уже с апреля месяца, ну, поедем, не поедем там, так интересно, вот это же память, вот 9 мая нам запретили из-за этого безобразия, из-за пандемии, да, 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 на бессмертный полк. И мы договорились взять фотографии своих родственников на наш монумент, ну, придем и просто встанем там со своими фотографиями, со своими этими, сфотографируемся, ну, отправим вам... Просто почтить, да, обязательно, чтобы почтить память просто, да? Да, просто почтить память. Мы возьмем немножко там, ну, оладушков возьмем, кто-то хамус возьмет, кто-то что-то возьмет. А как же комиссарские 100 грамм будете брать? Наркомовские? Наркомовские 100 грамм, конечно, будет, наверняка будет, ребята уже настроены, некоторые даже говорят, ой, давайте сразу шашлычки пожарим. Нельзя вроде бы. Так, очень интересно, я сегодня разговаривал и с главой вот этого поселения, с сыной, да, она говорит, да, после обеда у нас никаких мероприятий не запланировали. Не планируется, да. Мы не хотели там попасть на их мероприятия, а потом как бы затеснили бы нас и в сторонке оказались. А решили, вот после обеда нормально, после обеда поедем, после парада победы, соберемся, поедем, ну, там человек 20-30, может, соберемся. Это же такое дело, тоже интересно. Сфотографируемся, отправим. Отправляйте обязательно, ага. Будем с нетерпением ждать. Володя, ты вообще, как это, пока вот мы с тобой еще не попрощались, да, может быть, что-то ты еще, например, хотел, допустим, что-то вот хотел сказать, вот, не знаю, воспользоваться, не знаю, или что-то мы с тобой забыли интересненькое, не знаю, упомянуть. Ну, кроме этого, кроме этого, мы в этом году хотим, кроме того, что вот 9 мая соберемся, мы хотим в этом году провести эсэх все-таки, несмотря ни на что, мы хотим провести эсэх. Пускай это будет небольшой месячковый эсэх, пройдет, или как ли, ну, мы хотим. Вот тут люди уже соскучились, мы в прошлом году не смогли, позапрошлом году не получилось. В этом году мы договорились, у меня есть хорошие друзья, у них есть такой проект Art Baden Park, это бывший, ну, наш проект, Якутская деревня называется. Здесь, в Калининградской области есть такой проект, Якутская деревня, да, вот с этими ребятами я переговорил, говорю, давайте, у нас там стоит Сергея, в этом месте, да, большая территория выделена под общественную зону, и на этом, где стоит Сергея, мы хотим сделать небольшой, ну, стилизованный балаган, скажем так, да, балаган, и вот в этом месте 3 июля хотим провести праздник эсэх. Я... Так что, я смотрю, Сахавар осваивает калининградскую землю. Да. Он уже обзавелись своей якутской деревней, ага. Потихонечку осваиваем, да. И я девочкам с Европы тоже позвонил, пригласил, я думаю, что как раз будет интересно приехать. Но с Якутии таких больших, возможно, не будет десантов. Еще рано, да. Опять же, все связано с пандемией. Да, я понимаю. Надеемся, что мы эту нашу, переживем эту нашу трудность, правда же, потому что какие, какие эти трудности по сравнению с большой войной, которая была, правда же? в Москве девчонки обещают приехать, девочки обещают приехать. Я думаю, что общими усилиями сделаем праздник. Это же праздник не для того, чтобы вот собраться и просто посидеть, покушать, да. Это же дань уважения опять же к тем воинам, к тем людям, которые привели нас сюда. Это же территория, вот Калининградская область, это же территория бывшая, вот именно единственная территория, завоенной нашими воинами. На самом деле так. Да, 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 я понимаю, что отгрызли кусочек, отгрызли. Я в прошлом году, когда до пандемии мы планировали в честь 75-летия победы над фашистской Германией, сделать эсэх очень было хорошо воспринято, вот это предложение, да, и я тогда ребятам в Якутии говорил, что вот да, эсэх победы может быть только на той территории, которая была присоединена в результате войны. Даже в Якутске, не в Москве, не в Питере, эсэх победы не может быть. А только-только в Калининградской области так долго тоже смеялись, а потом как-то так все получилось с этой безобразной историей, но я думаю, что мы переживем это, это же все приходящее, все уходящее, я думаю, что в ближайшее время все это закончится, у нас в России более-менее нормально, у нас идет очень сильная волна прививок, даже три разных вида прививок есть, очень хорошо воспринимается, во всем мире, по-моему, кроме Европы и США, там не приняли нашу вакцину. Ну, тоже, с другой стороны, непонятно, мы же живем в замкнутом информационном просландстве, у нас как по телевизору говорят, так и мы воспринимаем. На самом деле, может быть, не так, мы воспринимаем то, что мы видим, то, что нам говорят. На самом деле... Поэтому, Володя, я думаю, что мы, как земляки, должны поддерживать больше личных связей друг с другом, потому что, когда ты встречаешься с конкретными людьми, то та правда, которую они говорят, она гораздо ближе сердцу, чем все, что несется с телевизоров, с разным, с пропагандой со всех сторон. Это масс-мидио, это тоже же, это их работа такая, как бы гнуть в свою тему, да? А люди просто все равно остаются людьми, и мне кажется, мы с тобой тоже верим, да, Володя, что люди всегда найдут общий язык, правда же? Конечно. Ну, спасибо тебе огромное. В заключение хотел отправить информацию как раз Горбунов Филипп Яковлевич, который был погиб под Центеном, и как бы он стал той искоркой, да, отправной точкой, за которую мы зацепились и сделали вот этот монумент, да, вот он, именно он и его внук, его внучка, вот они стали как бы отправной точкой, и с чего это все началось? Ну, тут они мне прислали небольшую информацию, да, где он родился, как, при каких, не знаю, на русском языке и на якутском, я тебе отправлю. Да, давай, здорово, да. Будет очень интересно почитать. И вот как бы мы скажем, что вот с этого, да, началась, внеселся весь проект. Да, 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 ты прав. Слушай, Володя, неполиткорректный вопрос, неполиткорректный вопрос, вот Горбунов, да, увидишь в списках, никогда не опознаешь, что это Асаха. Никогда ведь не узнаешь, да же? Нет. Потому что, ну, как это смотришь, в списки там, особенно если Иванова, Федорова, Семенова, то это вообще не узнать, потому что если хотя бы Махначевский с наших мест, то все-таки подумаешь, что, наверное, якутск, скорее всего, да? Правда же? И поэтому Горбунов у нас кто? Ха-ха? Ха-ха. Саха. Окей. Саха, он и на якутском, и на русском языке вот описание его есть. Я его отправлю. Отлично, замечательно. Вот с него как бы, да. Тоже очень интересный, да, человек, и как-то вот с этой информацией, да, вот то, что мы получили, я когда нашел в списках и начал как-то вот это все обыдывать, копать, и мы вышли на его родственников, и оказалось, что внучатая племянница здесь, в Калининграде, живет. Серьезно? И Александр, да, и ее муж, вот мой знакомый, и мы как-то вот, вот с этого все началось. Да-да-да. Вот монумент, все вот это, вот это, вот это. Все началось с него. И вообще получается, ведь еще началось, получается, с личной инициативы, правда же? И потому что, если по идее, вот мы начинаем хотя бы с того, что интересно лично нам, то в итоге получается, что это помогает другим людям, ведь правда, да? Когда есть личный интерес, ты копаешь как бы то, что нужно, а потом в итоге и получился целый монумент с этого. Здорово. Да. Ну, наверное, я не считаю, что это заслуга какая-то такая сверхъестественная. Я думаю, что это просто, просто, общая же энергия какая-то есть, которая направляет каждого, да, члена нашего общества, что кто-то должен там землю копать, кто-то должен деньги зарабатывать, кто-то должен детей растить, да? И вот как бы информация была сверху послана, наверное. Надо вот поставить монумент воинам якутянам. Конечно, когда уже ставили, уже согласование шло, там много было вопросов, почему якутяне, почему это, а почему не хохалы, грибат, ну, какие-то такие были вопросы, но это же частность, как говорится. такого же... Ну, как говорится, так навсегда критиков-то будет много, когда уже все развернулось, когда уже все сделали, но всегда и потом, когда ты делаешь, да, всегда можно сделать лучше, да, но все равно же стараешься, но... Ради Бога, если кто-то не может сделать лучше, я же не говорю, что... Я говорю теоретически, теоретически всегда можно, но просто когда, ведь каждый делает, что может, да, по-моему, это здорово, самое главное, что есть поддержка, есть поднимание, мы движемся, не для себя же это все делать, для того, ну, для того, чтобы люди помнили, что мы многонациональный народ Советского Союза отстояли, отстояли вот этот мир. Да, да, Ваоде. И вот в этом многонациональном, 27 миллионов были, ну, небольшая часть, но наш народ принял участие. Володя, в том-то и дело, что вот это как бы для миллионов погибших это небольшой процент, а для нашего народа, поскольку ведь сколько народу погибло, вот процентно, да, если считать, говорили же, что якуты один из тех народов, которые вот и в процентном соотношении погибло самое большое количество народу. То есть, когда ты маленький народ, и столько людей погибает, причем это же мужчины в расцвете сил, это же как раз лучшие, да, кто были больные, те не смогли попасть там, не знаю, на фронт, да, отбирали же, чтобы способные физически были, здоровые, как бы молодые, такие же шли воевать, умирать, бороться за все это. Это же какой вот урон-то вообще генетический, например. так старики старики же раньше и говорили, что крепкие были, иноми... старики это еще маленький старики. Быстан. Ну, на самом деле же так. Не, естественно, это же как это, мы же это, скотоводы, если лучшую часть вот этого семени уводят, не знаю, да, то само собой, как говорится, ну, куда дливаться. Что-то мы с тобой закончили прямо такими скотоводческими тут темами, так что, и вот хочу сказать вот частно поэтому, Володя, молодец, вот пять детей, молодец, как это, принял участие, не знаю, в восстановлении генофонда. Ну, стараюсь. Старался. Ага. Да, что-то молодежь-то не старается, пришлось там постараться. Не, ну, сейчас же тяжело на самом-то деле, это же пока, это же все пока выучат, на ноги встанут, и детей же, как всегда, чем дальше цивилизация, тем больше народу в семьях. К сожалению, тенденция такая мировая. Ага. Ну, спасибо тебе, Володя, за разговор, было очень интересно, как это, спасибо тебе за терпение, что еще раз согласился вот со мной встретиться и поговорить. Огромное спасибо, очень всегда приятно. Я думаю, что в этот раз информация, ну, голосовая информация была лучше. Замечательно, да, я надеюсь, что все просто было слышно, хорошо, звук там, ничего, что дети плакали, это было даже очень здорово, такая жизнь, жизнь, это жизнь. Ага, это жизнь. Это хорошо, что дети плачут. Потому что они есть, конечно, конечно. Когда они есть, когда вот мертвая тишина, тогда тяжело. А когда кто-то бегает, тут суетится, кто-то там дергает постоянно, это дай, то дай, ням-ням, ам-ням, как-то так. Это означает, что жизнь продолжается, правда, Володя? Да, жизнь, она бьет ключом, как говорится. Замечательно. Главное, что не по голове. Ну, все, спасибо большое. Отлично. Хороший конец разговора, действительно, главное не по голове. Всего доброго, Володя. Спасибо. 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 Продолжение следует...